Вода, ты куда? Ох, ну и жара! Тридцать два градуса, и это в тени! Надеюсь, Лиа понравится мой Вея. Лиа, в этот жаркий день... Ой-ой! Ай-яй-яй! Кажется, Сквики заболел! Что с ним? Бедненький! Думаю, Сквики перегрелся на солнце. Вы же полдня провели на улице. Бедный, бедный Сквики! Э-э, отдай! Так не жарко, Сквики? Все, корова, теперь нашим растениям никакая жара не страшна. Вот, моя новая система полива. Ну, а для нас мороженое. Тебе интересно, как это работает? Пошли, покажу. С помощью шланга я подключил систему полива к пруду. Там воды хоть отбавляй. Так что пусть поливает без остановки. Ой! Ой! Ох! Кажется, я тоже перегрелся. Возьмите ягоды для Сквики. Ну как, лучше? Я принесу попить. Сквики! Сквики, малыш, как ты? Ох! Моя голова! Ох! 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 Зеленая тревога. Зеленая тревога. Беатрис, стрековизор на экран, пожалуйста. Ой-ой-ой! Пруд совсем обмерел. Бедные лягушечки. Ах! Ах! Фермер, что случилось? Система полива почему-то не работает. Что стало с моими бедными растениями без водички? Судя по всему, растения поникли от перелива водой. Фермер, ты очень неэкономно расходовал воду. Поэтому пруд обмелел, и система полива перестала работать. Я думал, водой растения не испортишь. Что же теперь делать? Скаут и Лия, отправляйтесь на ферму. Скаут, ты с помощью моноцикла прокопаешь вдоль грядок небольшие канавы, а Лия разрыхлит почву под растениями. Ммм, и так уйдет лишняя вода. Совершенно верно! Считай, растения уже в порядке. Отлично! А мы с Лотти пока наполним пруд водой из моря. Но ведь для полива можно использовать только пресную воду. Верно! Но морскую воду можно опреснить. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Один из самых популярных способов опреснения воды – дистилляция. Когда морская вода нагревается, получается пар. После охлаждения пар снова превращается в воду, но уже пресную. Спасибо, Беатрис! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила репейника! Бак, а ты куда? Ты же болеешь! Эм, ну да. Фортуна, посмотри, пожалуйста, за Баком и Сквики. Это поможет! Я не подведу! Только давай по капельке. Микстура очень горькая. Сила Флоры! Сила Лотоса! Ох, ну и жара! Все работает! С растениями фермера все в порядке. Вода впиталась в почву. Отлично! Мы с Лотти тоже уже закончили с системой опреснения. Ого! И правда пресная! Ладно, ладно. Все лучше лягушкам. Бак, теперь твоя очередь. Эм, кажется, мне уже лучше. Я обойдусь и без микстуры. Бак, ты должен это выпить. Видишь, Сквики помогло. О, нет! Эй, эй, чайка! Это вообще-то наше! Лена, хват! Дэпки, захват! Эх, не такой уж цепкий! Эх, я бы точно догнала эту чайку! Считайте переходник у меня! А-а-а! Пчелы! Что, Бак, совсем плохо? Надо еще микстуры. Нет. То есть... Да. То есть... Бак, ложись. Ты же болеешь. Сила репельника! А микстура? Сила клевера! Моя репель-лебезка не такая вкусная! Пусть челы хотя бы кусаются! Молодец, Бак! Ты настоящий друг! И герой! Надо вернуть Бака на базу и продолжить лечение. Друзья, извините, но если честно, я здоров. И все выдумал. Просто вы так заботились о Сквики! Да, Бак, надеюсь, больше такого не повторится. Ведь когда тебе на самом деле понадобится помощь, мы можем и не поверить. Обещаю! Готов загладить свою вину. Фортуна, прости меня, ты так заботилась, а я... Я подумаю, что можно сделать. Если что, переходник для опреснителя снова у нас! Фортуна, прости меня, ты так заботилась. Ммм, водичка появилась. Пора включать мою систему полива. Фермер, я осмотрела систему полива. Она была сделана неправильно. Беатрис, расскажи, пожалуйста, что нужно исправить и к чему может привести неразумный расход воды? Излишнее потребление воды – одна из глобальных экологических проблем, из-за которой пересыхают целые реки и озера. Бороться с ней под силу каждому. Например, не оставлять включенным кран в раковине во время чистки зубов и не покупать бездумно новые вещи. Ведь для производства всего одной футболки требуется почти 3000 литров воды. Фермеру рекомендация – переподключить систему полива к специальному накопительному резервуару, соединенному с водопроводом, и поливать растения не дольше 30 минут в день. Теперь понял. Сделаем. Я готов искупить свою вину. Что нужно сделать? Убраться? Помыть баги? Что? Достаточно будет одной ложечки. Нет! Водяная мельница Что ты делаешь, Флора? Что? Не поняла. Говорю, что это ты делаешь, Флора? Да вот, работаю над изобретением нового квази-турбоускорителя для моего флоролёта. Ой, тут же нужно оставить место для аккумулятора. Чуть не ошиблась. Тот, кто не ошибается, просто не пробует ничего нового. Пробовать что-то новое? А что, идея? Я тоже буду изобретателем! Конечно, давай! Изобретатель – это так интересно! Но сначала надо изучить механику, термодинамику. Да ладно, у меня и так получится. Кто не ошибается, просто не пробует ничего нового. Вот! Ух ты, вот это да! Скаут, а что это такое? Это... это... Это такой спортивный снаряд для тренировки и баланса. Баланс достигнут Кто не ошибается? Да знаю, знаю Лучше помогите мне вылезти Эй, скаут, убери это Кстати, а что это? Это липучки У бака колючки, у меня липучки Видите, работает Похоже, ты по-настоящему влип У меня все по плану Ну, корова, теперь заживем Это водяное колесо будет вырабатывать экологически чистую энергию для нашей фермы Как это работает? Ну, смотри Течение реки вращает колесо И энергия от движения колеса передается вот на этот генератор Здорово? Ну, это и корове понятно Ух ты, какая штука Да, мне тоже нравится А что это? Ой, да какая разница Потом как-нибудь придумаю Зеленая тревога Зеленая тревога Да что ж такое Да отпусти ты Ой Беатрис, выведи, пожалуйста, стрековизор на экран Ого! А что это за штука на реке у фермы? Это водяное колесо С его помощью вырабатывается экологически безопасная энергия Кажется, рыбы прыгают не от восторга Да Сейчас у них период нереста Рыбы откладывают икру, из которой появляются новые маленькие рыбки Маленькие рыбки! Обычно рыбы нерестятся в одном и том же месте, вверх по реке Но фермер не подумал о том, чтобы сделать проход для них А водяное колесо мешает им пройти по нужному маршруту Мы пророем для рыб канал! Отличная идея! Жалко не моя Хотя, раз не моя, то не такая уж и отличная У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила Репейника! Сила Перекати поля! Сила Клевера! Сила Лотоса! Сила Флоры! Ура! Я изобрел новое решение! Давайте сделаем батут для рыб, и они перепрыгнут через колесо! А потом научим их кататься на велосипеде, откроем рыбий цирк и будем ездить с представлениями! Точно! Я даже изобрету рыбосипед! Так, на сегодня хватит изобретений! Давайте не будем отвлекаться от плана! Роем канал! Скаут, баг, справитесь? Ага! Впереди что-то твердое! Дальше нам не проехать! Лотти, поможешь? Лей-ка, лей! Воды не жалей! Здесь горная порода! Надо копать в обход! Беатрис, выведи, пожалуйста, на экран карту расположения горных пород! Да, копать в обход слишком долго и сложно! Внимание! Согласно прогнозу погоды, в ближайшее время начинается длительное похолодание! Рыба не рестится в воде определенной температуры, поэтому ей нужно попасть к истоку реки как можно скорее! Нам нужно какое-то изобретение! Я точно знаю! Здорово! Ты изобрел идею, что нужно что-то изобрести! Ага! Что же делать? Времени совсем мало! Время бежит, как бежит колесо! Скаут! Я знаю, как использовать твои изобретения! Ты гений! Я гений? Я гений? По отдельности, все изобретения скаута действительно не так полезны! Но если мы объединим их все вместе, то сможем помочь рыбам! Сейчас объясню, что надо делать! Ребей, лебедка! Работает четко! Ля нахват! Цепкий захват! Как приятно пахнет! Это точно липучка скаута? Липучка скаута! И немного духов! Я же говорил, что это классное изобретение! Просто не успел придумать, зачем оно! Кстати, а зачем оно? Кормись, рыбка большая и маленькая! Точно! Кормушка для рыб! У нас получилось! Ура! А мне изобретения скаута сразу понравились! Если изобретения изобретаются, значит, это кому-нибудь нужно! Рыбам точно нужно! Скаут, ты молодец! Ой, а что случилось? Что вы сделали с моим колесом? Колесо перекрыло рыбам доступ к месту их нереста! Поэтому мы сделали специальный механизм, чтобы они могли перебраться на ту сторону реки! Я как-то не подумал, что рыбы захотят тут проплыть! А скоро они захотят проплыть обратно! Беатрис, расскажи, пожалуйста, про это подробнее! Любое использование рек человеком должно осуществляться с учетом интересов водных обитателей! Неразумная установка водяных колес или плотин гидроэлектростанций может сократить численность рыбы в десятки тысяч раз! Поэтому около подобных сооружений просто необходимо делать рыбоходы для беспрепятственной миграции рыб! Да, заботиться о природе надо с умом! Будем делать рыбоход! Корова, ты не видела мои ключи от трактора? Скаут, а научи меня тоже изобретать! Поздно! Я уже все изобрел! Больше придумывать нечего! Так что теперь буду врачом! Ну, кто первый на прием? Плохое хорошее Ребята, не отстаем! Выше ноги! Выше ноги! Бодро! Весело! Молодцы! Лео, а может отдохнем? Минуточку! Полдня ведь бегаем! Я-то не устал! Зато остальные... Ребята, Флора дала нам задание провести тренировку! Меня назначил ответственной! Так что... О, турист! Можно тебя? Как думаешь, какой цветок на конкурс выставить? Никакой! Все равно победит пекарь! У него знаешь, какой цветок? О! Такой большой! Но это не честно! Я так старался! Погоди-ка! Супер-удобрение! Флора подарила! Ого! Лей все! Флора сказала, не больше одной капли на растение! Фермер, ты хочешь победить или нет? Я чувствую себя таким же пустым, как это бревно! Оно мне снится будет! Ребята, не зеваем! Вперед! Зеленая тревога! Зеленая тревога! Ура, тревога! Ну, зато больше не надо тренироваться! Тренировка окончена! Все в штаб! Беатрис! Стрековизорный экран, пожалуйста! Все растения на ферме завяли! Ну почему? Может быть, у них тоже была тренировка! Что бы ни случилось, растениям нужна наша помощь! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила Перекати Поля! Сила Клевера! Лотти! Ну да! Сила Лотоса! Сила Ребейника! Сила Флоры! Сила Флоры! Ничего не понимаю! Все стало на глазах увидать! Проверили! Вредителей не обнаружено! Следов болезни растений тоже нет! Но они бедненькие все равно чахнут! Ага! Кроме вот этой розы! Розищи! Ничего себе размерчик! А! Это сорт такой! Гиганти розус конкурсус! Да какая разница! Что с огородом-то делать, Флора? Хоть мы и не знаем, от чего вянут растения! Мы можем им помочь! Подкормим их питательным раствором! Все! Все, теперь у растений полно сил. Ого, в отличие от нас. Фермер, рассказывай, что тут происходит? И ты вылил все одному цветку? Фермер, я же говорила, не больше одной капли. Очень в конкурсе победить хотелось. А когда роза расти стала, пришлось ее в землю пересадить. Роза выросла, и растения зачахли. Совпадения не думаю. Стрековизор! Пеатрис, расскажи об этом цветке, пожалуйста. Декоративная роза потребляет много полезных веществ. И поэтому быстро обедняет почву. Ее не рекомендуется сажать рядом с другими цветами. Роза выросла, а вместе с ней ее аппетиты. Она вытянула все полезные вещества из почвы. Поэтому растения и заболели. А когда мы полили их питательным раствором, роза забрала все себе и выросла еще больше. Вот жадина! Я на хват! Сделай захват! Ребята, помогайте! Да что с вами случилось? Вы еле-еле ноги передвигаете. С нами случились тренировки. Ага, твои тренировки. Лия, я бы не хотел этого говорить, но ты нас совсем забегала. Простите, ребята, я... я же хотела как лучше. Лучше? Не значит больше. Надеюсь, это все сегодня поняли. Ага. Бедный цветочек, он же погибнет. Мы спасем розу. Пересадим ее туда, где она никому не сможет навредить. Нужно что-нибудь вроде горшка. Достаточно глубокое, широкое и пустое внутри. Широкое и глубокое. И пустое внутри. Тренировочное бревно! Есть идея. Но цветочек придется перевести. Делаем летающий плод. Но нужно собрать все силы и поспешить. Роза без почвы долго не выдержит. Справитесь? Угу. Да. Угу. Чудо-растение за дело! Угу. Топ-па! 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 Посадка закончена Роза чувствует себя отлично Ура! А на конкурс я другой цветочек выставлю Он маленький, зато очень милый В следующий раз будь осторожен с удобрениями, фермер Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста Удобрения помогают растениям сопротивляться болезням И приносить урожай даже в неблагоприятных условиях Однако переизбыток удобрений может навредить Например, отравить растения или почву Ну, раз уж все здесь собрались, у меня есть предложение О нет, опять тренировки Бежим! Постойте, я хотела предложить отдых на свежем воздухе